Добрый тур коллеги, давайте с вами начинать утренний брифинг, традиционно подводим итоги прошлых торговых идей и составляем на сегодняшний. Меня зовут Марченко Юрий, практикующий трейдер и управляющий активами. Ну и поехали сразу же по рынку, долго задерживаться по факту не будем. Что нас ждет с точки зрения экономического календаря сегодня день очень-очень насыщенный. Начнем с того, что самое первое и важное событие это пресс-конференция Марио Драги, председателя Европейского Центрального Банка. Значит, почему это важно? Потому что в мире, ну скажем так, сходят слухи об ужесточении монетарной политики уже в сентябре, то есть, условно говоря, о вероятности сворачивания программы КУЕ в европейской Центральном Банке. И если сегодня Марио Драги известит нас о том, что они готовы это сделать, хотя бы даже в каким-то срокам, сентябрь или начало декамбря или начало зимы 2017 года, это уже повлияет на европейскую валюту. причем положительно, да? То есть, это взлет, достаточно неплохой взлет евро. Вот. Намного больше, чем вчера мы это сами ждали. И если же мифы все эти будут развеяны со стороны Марио Драги, то мы, конечно же, увидим падение, потому что в рынке уже заложена та самая новость, те самые события касаемо монетарной политики. Эти новости, эти события будут сегодня, значит, ну, первое, да, это опубликация решения по процентной ставке в 19.45, а в моего местного времени по Москве это получается в 14.45, но процентная ставка, понятное дело, скорее не будет изменена. вот самая жара, скажем так, в 20.30 или в 15.30 в Москве. Вот здесь на пресс-конференции. Значит, ну, не знаю, попробую что-нибудь сделать с прямой трансляцией, может быть, даже будет возможность дать либо ссылочку, либо вовсе включить пресс-конференцию в рамках формата, ну, посмотрим в рамках трансляции, ну, как получится. Значит, что еще помимо этого? Сегодня еще Япония, решение по процентной ставке Банка Японии приблизительно в 10 часов это 5 Москвы, приблизительно, потому что ребята из Японии не так часто и соблюдают свои же, собственно говоря, обозначенные ранее временно. Вот, и там же комментарии по кредитно-денежной политике. Пресс-конференция в 14.30 или в 9.30 Москвы тоже состоится со стороны Японии, но тоже она ко времени не так сильно привязана, поэтому внимательно здесь. Если увидите движуху на иене ранее, чем это назначено, это значит, что ребята из японского банка начали свою пресс-конференцию значительно раньше. Ну, и уровень безработицы это, в принципе, вот-вот состоится, тоже на Австралии внимание. То есть, вот два основных события. Родичная торговля в Англии не столь велика, но, тем не менее, в 16.30 стоит смотреть. Два основных события. Япония утром и уже ближе к вечеру ЕЦБ. Ну, и вот. Теперь, зная, что, собственно говоря, может произойти, давайте с вами посмотрим, что мы будем с вами ждать и к чему с вами будем готовы. Как-то в чате спрашивали, да, что, типа, ничего не отработалось по итогам брифинга. Но, на самом деле, да, каких-то там конкретных результатов нету, но и нету никаких отрицательных. Я быстренько пробежался. Например, евро. Да, мы сами ждали, что может состояться тест вот этой вот циклой зоны. Мы в нее залезли очень глубоко, даже до первого стопа, то есть ниже, чем 1.1508 мы не провалились. Поэтому здесь при правильной постановке стопа убытка не было бы ни у кого. Давайте посмотрим, что нас ждет с точки зрения сантимента и прочее, прочее. Значит, по евре большинство находится в продажах. Также все это все дело сохраняется. Значения, однако, не критические 65, 73, 65, 67, ну и такие вот до 70. В основном значение это не так уж и мало, не так уж и много. Значит, ну и мы можем с вами посмотреть, где конкретно они все находятся в продажах. То есть вот весь этот диапазон. Есть те, кто продали в самом лое. Есть те, кто откупили на самых хаях, то есть вот здесь. Да и, собственно говоря, вот у нас с вами границы. Торговый диапазон обозначен. И еще есть одна граница вот здесь. То есть она вот находится у нас здесь. Поэтому она, в принципе, совпадает все это дело с фьючерными графиками. Давайте их посмотрим. Евро-доллар. Вернее, 6Е фьюч на евро-доллар. Наторговались. Вчера еще больше наторговались в этом диапазоне цен. Но пока его не исключили, на самом деле. Поэтому у нас есть своего рода поддержка. Она очень глубокая. У нас есть сопротивление тоже очень глубокое. И я думаю, что мы будем торговаться внутри этого баланса. Если мы упадем вниз, ну отчасти это будет говорить о том, что в какой-то степени инструмент вверх не готов идти. Но вот эта вот поддержка тоже может встретиться. Она там по сантименту неплохо выглядит. Итого получается с вами, что мы будем с вами торговаться внутри этого диапазона, который ранее себе нарисовали. И уже там многое будет зависеть от Марио Драги. В этом диапазоне сопротивление находится у нас в районе 1.1585, 1.1565 пусть будет. Сейчас мы тут не все успели настроить, честно говоря, после вчерашнего наработки. Вот это сопротивление у нас, собственно говоря, есть. И пробив его, мы будем говорить о продолжении восходящей тенденции. Что более вероятно, на самом деле. Что более вероятно, потому что, ну, это по сантименту, как минимум. И лучше уж действительно там пробить вот этот диапазон цен. Поддержка в этом формате у нас находится чуть ниже, чем 1.1508. Ну, и, собственно говоря, сейчас мы с вами на поддержке такие ровно и находимся. И, может быть, даже имеет смысл откупать, но тут нужна инициатива покупателя, чтобы как-то более-менее уверенно о чем тут говорить, да. 12.11525 это вот диапазон цен, который у нас тут есть. Значит, итогово мы с вами рассчитываем, ну, вроде бы, да, там на лонги какие-то. Сейчас мы с вами тут все настроим, а то у нас тут все позабивалось к фигам, да. Но вот на какие-то лонги мы здесь рассчитываем, но с другой стороны покупать, ну, не очень. Вот, пробив 1.1585, ждем откат и движение вверх. И это движение будет более для нас с вами, ну, более лучшим. Потому что это движение будет против сантимента, против народа. И, в принципе, если Марио Драги подтвердит свои намерения, касаемо монетарной политики, то мы реально это движение увидим. Можно ли откупать сейчас? Ну, в принципе, как бы можно, но готовьтесь к возможным вложенным выносам. Вот. Другие сценарии с разворотом вниз здесь рассматривать не буду. Не буду. Потому что, ну, это все развороты надо будет смотреть по ситуации, безусловно. Значит, где фиксить прибыль? Ну, тут сложно сказать, лучше выходить по соотношению. 1.1620 мы нарисуем это для брифинга, чтобы была, собственно говоря, всяческая идея. То есть, те, кто откупили, в стопик правильно поставили, я считаю, можно сидеть и ждать. Да, если даст инициативу немножечко вверх, будем ждать более-более уверенно. Функт. Что он у нас рисует? Значит, мы ждали какой-то степени падения, но его не состоялось. Мы вообще, по большому счету, флетили весь день. И какого-то движухи не было, ни входа не было, ни выхода не было, ничего не было. Здесь у нас по фунту ситуация по сантименту относительно ровненькая. Ну, не относительно, а ровная. Да, он у нас спокойно стоит. То есть, мы фактически, ничего не изменилось и будем с вами работать в таком же самом формате. То есть, абсолютно ничего не изменчиво. Сложно сказать, что будет. Вот прям реально сложно сказать, что будет, поскольку... Ну, что там может быть... Мы накопили объем, который может оказаться по факту разворотным. И вообще этот объем наверху очень большой. И вот его верхняя граница, вот его нижняя граница. Вот еще нижняя граница, где мы там, собственно говоря, стояли. Ну, давайте предположим, что если мы пробиваемся ниже вот этого диапазона, то есть, ниже этого баланса, тогда у нас шартовая ситуация рассматривается. Вот, если... А вверх где, да? То есть, пробив вот этот баланс, ну, ни о чем не говорит. Здесь тоже есть сопротивление достаточно серьезное. Наверное, лучше фунт здесь сегодня оставить в какой-то степени, да? Посмотреть уже так по ситуации. Поэтому сегодня мы здесь все постираем. Канадский доллар. В принципе, мы с направлением справа, мы ждали падения данного инструмента. И оно состояло в день негативный. Но не было того отката, который бы помог нам бы закрыть... Ну, зайти в позицию. С другой стороны, напоминаю, что цели там подвижения уже практически сделаны. И больших-то там движений, больших целей уже, наверное, можно и не ждать в какой-то степени. Но, опять же, надо смотреть, что рисуют. Значит, сантимент... Ну, здесь что-то долго прогружается. Видать, сервер там перегружен. Не знаю, с чем связано. Но хочется отметить, что все равно народ остается в лангах. В массе своей. Здесь самый открытый интерес. Здесь сопротивление будет у нас с вами. Потому что есть покупатель, нет продавцов. Примерно то же самое и здесь. Вот. Поэтому пока предпосылок к развороту нету. Но и заходить в сделку, на самом деле, непонятно откуда. То есть, ну, где мы там, что мы там сделаем. Не знаю. Давайте кластера посмотрим. Может, и не нам что подскажет. 6C фьючер на кластер. Ой, фьючер на пару, доллар, конский доллар. Инструмент перевернут. Потому что это фьючерс, он торгуется из-за доллара. Но, по факту, за вчера мы тестирую, ударили только в Point of Control. Это, ну, я в такое ошибка не верю. Это скорее совпадение. Но, отчасти это говорит о том, что вот этот вот участник рынка до сих пор в теме. Да? То есть, он никуда не делся. И только пробив его, то есть, оказавшись ниже вот этого баланса, вот так вот, мы уже будем говорить о каких-то там разворотах. До этого момента ситуация по качеству лонговая, она есть. И структура трендовая восходящая. Что наторговали вчера и что мы будем с этим делать? У нас есть на Америке наторгованный объем. Хочется отметить, что есть некие кластера, которые пока формируют весь этот объем. То есть, они находятся ниже и не дают инструменту упасть. Сейчас ниже. Как это отреагирует на будущее? Ну, по-хорошему идея только одна. Дождаться пробоя, который скорее всего состоится. И после него откупать на фьючерсе, понятное дело. Но вот состоится ли этот пробой и не окажется ли он ложным? Ну, честно говоря, не знаю. Давайте мы сами будем преследовать вот эту вот идею, которую преследовали ранее. То есть, идея с пробоем, она еще актуальна. Движение вверх пока мы ждать не будем. Ну, вот, но тем не менее. Значит, отметочки 25.80 и все. 25.80, 27.02, 26.75 вернее. Значит, это сопротивление, о котором я вам тут говорил. Здесь у нас поддержка. Ну, откат, наверное, не подразумеваем, потому что он может состояться куда угодно. А вот если увидим пробой, пробой, да, потом откат, и там уже можно будет входить в шарты, можно. Но еще одна проблема. Там по истории мы вчера с вами смотрели, практически ничего нету. Поэтому это значит, что могут состояться, так сказать, развороты и всякие там инсинуации, понятные и непонятные. Ну, давайте предположим, что мы пойдем в чьи-нибудь стопы, в чьи-нибудь стопы, которые располагаются у нас вот здесь. Хотя, я не знаю, есть они там или нет. Ну, вот, до сюда мы доедем. 25.25. Ну, это на самом деле немного. Ну, вторая там цель, пусть будет в стопы, ой, как рисково, 24.40. Попробуем попреследовать вот эти цели. Хотя, опять же, если я повторяю, все это как-то не выглядит. Ну, такое вот прям уж верняком не выглядит. Хотя, почему нет? Цель 1, цель 2, все есть, все. Ждем. Важен пробой, важна инициатива. Инициатива вниз, потом уже откат и так далее, и так далее. По иене. Вот сейчас проходит стадия отката по факту. То есть, мы с вами предполагали по иене только лишь пробой, откат и дальнейшие движения. Мы пробой с вами увидели. Он крутой и сейчас идет откат. Откатывает вот в этот объем. Поэтому это все понятно. И сейчас, если ничего не изменилось при прочих равных, то мы по большому счету должны дальше двинуться, должны начать заваливаться. В сантименте у нас ровненько все, насколько я помню. Нету особых каких-то там, ну вот есть на самом деле продавцы, те, кто продали в самом низу, под этой шпилькой. Но надо поосторожнее к этому относиться. Мы можем не пойти, потому что там вот, там где продали толпа, там у нас будет поддержка. Мы идентифицируем как поддержку и поэтому, наверное, сильно-то и не пойдем. Ну давайте посмотрим, что у кластера. Кластера нам показывают что? То, что есть большой и наторгованный объем перед падением. Вот здесь тут. И мы сейчас в него откатываем. Инструмент, я имею в виду иена, очень часто откатывает свой же Point of Control, то есть вот сюда. Поэтому вплоть до сюда мы будем искать шорты. Ой, ланги в данном случае. И двигаться туда дальше вверх. Вот здесь тут, с точки зрения объемов. Это не самые большие объемы, поэтому мы их вполне можем пройти. Идея остается прежней, только мы маленько по-другому сформируем. То есть пробой состоялся, входить не получилось бы, но есть у нас диапазон цен. 112.25, 112, даже 111.90. Все это сопротивление. Оно у нас наторговано здесь. Point of Control всего этого дела находится примерно где-то здесь. 112.05. Поэтому где-то там, в районе 112.05, мы должны, цену должны встретить. И можно пробовать шортить с целью хотя бы до поддержки. Да, там где народ шортил, 111.70. Или на перспективу, там еще дальше ниже. То есть там тоже проблемы, на самом деле, с потенциалами. Но примерно вот сюда, в район 111.40. Мы будем сами тоже по большому счету ждать. Все. Значит, если окажемся выше чем 112.25, никаких продаж, как минимум сегодня, не приходится ждать. Здесь по большому счету 120 пунктов – это нормально. Это нормально. Астралийцы. Значит, здесь все двигается дальше вверх. Теста, который мы ждали, не было. Хочется отметить, что по факту трендовая структура есть, восходящая. Не меняется она, не дает отката. Тренд получается очень сильный. В том плане, что он не дает даже отката. И у нас есть новая зона, вот эта вот вся, пробив, ну, оттестировав которую, можно реально искать будет лонги. Пока так. То есть, вот кластера и вот кластера, да. И то, и то толкающие вверх, соответственно. И по большому счету будем искать там точки входа в покупку. Вчера запрыгнуть, ой, вчера запрыгнуть в движение нам с вами не удалось. Попробуем поискать. Единственное, что настораживает, не такой, нету как такового импульса. То есть, мы должны ждать с вами импульс. Его не было. Возможно, это плохо. Возможно, это плохо, поэтому будем искать паттерн обязательно. Не будем входить в касание. То есть, не было импульса как? То есть, импульс это вот так, да. То есть, одной там словно грязь свечка, полетели, поскакали. Ну как, примерно как, примерно как, как здесь. Да, проще, проще, ну вот в таком формате. Так, и, 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 и. Ну и ждем, что, что нет, почему нет. Ждем теста и дальше двигаемся. Опять же, у нас следят здесь новости, да, совсем скоро. Может быть, и дадут нам наш долгожданный импульс по целям. Примерно 80-40 попробуем посидеть, если получится. Значит, ну вот в таком формате. Пробив, оказавшись ниже, чем 0.7905, мы с вами будем говорить о смене тенденции, о возвероятности разворота и прочее, прочее. До этого момента пока так. Сделка на 3 с плюсом, на самом деле. Новозел. Не трогаем, блин, не нравится он мне, на самом деле. Вот прям по-серьезному мне нравится. Значит, ну, кроме того, что растет, это понятно, да, но за вчера 45 пунктов от самого хая до самого лоя, это очень мало. Да, для Таро это очень мало. Франк тоже ничего не сработало, но мы ждали больше коррекции, ее не было. По факту день, ну, удался, но имеется в виду, что мы действительно доехали до цели, какая-то коррекция была, а тут не дошли-то там 4 пункта всего-навсего, ну, тем не менее. Сантимент, я так понимаю, во франке никуда не изменился, народ так до сих пор его откупает, и мы так до сих пор его и будем продавать. Значит, ну, вот разве что опять в самых лоях, конечно, подпродали, поэтому, наверное, все-таки коррекция-то какая-то и состоится. Может быть та, которую мы с вами ждали вчера. 6С, это фич на франк, он тоже перевернут как иена, как и канадский долг, ну, видите, объем накопился. Объем здесь большой, вот это верхняя граница, это нижняя граница, куда пробьемся, туда и будем торговать. Пока все идет за движение вниз, но и разворот тоже по факту может состояться, не будем тут с вами летать в облаках. Если что, продаем в поддержке, вернее, в сопротивлении, 0.9565, 0.9580, вот, и стопик находится у нас примерно где-то здесь. Не забываем, что если у нас сегодня Марио Драги, он тут может все разрулить, разорвать. Значит, 0.9539, это наша цель. Значит, и тут уже словами скажу, не буду тут вырисовывать Марио Драги. Если мы прорвемся вверх, да, то на тесте можно будет брать, покупать, то есть даже несмотря на то, что такой сантимент, да, с короткими целями, но можно. Но лучше дождаться пробоя вниз, потому что это будет против сантимента, это будет, ну и в случае, если евро еще тоже ставить вверх, то это будет хорошо. Золото дала нам понять, дало или дала, котировка дала, золото дало нам понять, куда она пришла. Значит, пришла она, напоминаю, в большой объем, вот прям в серьезный объем, ну, даже показывать не буду. Там, да, в истории, я вам потом на котировку покажу, есть достаточно большой объем, но что важно для нас здесь сейчас локально, это то, что она показала, где ее поддержка. Ее поддержка находится здесь, в которую мы ткнулись, и она до сих пор сильная. Ей сопротивление, возможно, перекладывается, нас здесь с вами ждет флэт. Флэт, который вполне может оказаться разворотным, потому что а, он большой, то есть с точки зрения объемов численного выражения, и б, если смотреть в контексте, то вот это вот все там, вот по истории, это все достаточно большая, серьезная зона сопротивления. Поэтому мы будем с вами смотреть, какие сценарии, то есть вот, да, этот диапазон. Мы будем с вами смотреть, какие сценарии. Мы с вами будем внимательно смотреть за ценой 1233, и если мы с вами ее проколем хоть на один пункт или резко и близко к ней пойдем, то будем на тесте, а он может тоже состояться, смотреть уже шорты. Вот, может ли это, и это будет шорт такой, знаете, позиционный. То есть это будет сопротивление, это будет разворот такой уже более локальный, вот, и так далее, и так далее вниз. Но состоится это сегодня или нет, честно говоря, я не знаю. Может быть, Марио Драги нам поможет. Может быть, господин Куррод нам поможет. Вот, ну, в любом случае, как-то так. Вот эта зона, в которую мы уперлись, это вот эта вот вся зона, она достаточно большая с точки зрения объемов. Поэтому пока пройти мы ее не проходим. Поэтому глобально вот такой вот формат. Если мы его видим, да, нам надо пробиться ниже там 1233, еще раз напоминаю. Потом на любом откате можно будет брать шортить уже более локально и двигаться до лоев прямо вообще. Я думаю, что мы там доедем. Но это глобальное движение. 1215 мы можем там сами. Вот. Ну, в общем-то и все. Значит, все посмотрели. Еще раз внимание обращаю, что много можно делать с поправкой на Драги. Значит, Марио Драги может сказать как угодно и что угодно. И частенько рыночная структура его, ну, как сказать, не обнаруживает. То есть, если новости типа там нонфарм или каких-нибудь там еще моментов можно как-то в структуру рыночную вложить. То есть, можно сказать о том, что нонфарм будет там положительный или если он будет там отрицательный, но не сильно, потому что структура так строится. Марио Драги очень часто все ломает и крушит. Поэтому все внимание, собственно говоря, туда. Сегодня приторговываемся, боимся ложных разводных движений. Ну, и основные моменты, конечно, будут там. На этом все, коллеги. Значит, большое спасибо за внимание. Увидимся в рамках утреннего грифинга уже завтра. Ну, и в стриме сегодня все, собственно говоря, как всегда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok